В определенных ситуациях в жизни оказывается, что рядом с нами находятся совсем не те люди, за которых мы их принимали. Мы строим отношения, личные или деловые, с одним человеком, но в один момент его как будто подменяют, и он поступает так, как мы не могли от него ожидать. А иногда мы делаем то, чего сами от себя не ожидаем. Почему в сложных ситуациях человека как подменяют? Люди говорят так, показал свое истинное лицо, снял маску. Всю жизнь человек живет, как будто надев маску, но в определенной ситуации эта маска исчезает и меняется его поведение. То есть человек прячется за маской, а когда ее срывает, он быстро прячется за другой маской и начинает вести себя иначе. Таким образом, двигательный навык непосредственно связан с тем, за какой маской спрятался человек. Человек сам не замечает, как это происходит. Это неуправляемо для него. И в результате неожиданной смены поведения он терпит поражение и неудачи. А может ли человек этим управлять? В 2015 году руководитель научно-исследовательского института Международная судьбо-аналитическое сообщество Мальцев Олег Викторович взломал фундаментальную систему масок, названную Венецианской системой. То есть теперь мы имеем строгую, доказанную, проиллюстрированную, десять раз проверенную книгами и архитектурой и прочими вещами систему, которая не вызывает сомнений, и она бескомпромиссная эта система. То есть это самая сильная система на Земле, которая только существует. То есть ничего мощнее венецианской системы нет. История Венеции насчитывает минимум полторы тысячи лет. Венеция уникальна. Это единственный в мире город на воде, здания которого сохранились спустя тысячелетия. А первое упоминание венецианского карнавала приходится на 1094 год. И это только из документов, дошедших до наших дней. Но откуда появился карнавал? Откуда появились маски? И что они означают? Почему спустя века традиционных венецианских масок по-прежнему ограниченное количество? И как это может быть связано с поведением человека? С точки зрения теории судьбы анализа, каждый человек является следствием программной судьбы. То есть следствием определенной программы подготовки, в ходе которой он приобрел ограниченные двигательные навыки. Подробнее об этом можно узнать в выпуске «Методика Солярис». Например, кто-то умеет собирать толпу и действовать вместе с ними сообща. Но если необходимо сделать что-то в одиночку, то сам он просто не справится. Другой человек умеет успешно решать задачи в личных отношениях между мужчиной и женщиной, возможно, тайн, но совершенно не умеет действовать в деловых вопросах. И это его ограниченный двигательный навык в течение всей жизни. Возвращаясь к венецианской системе, стоит отметить, что традиционных масок ограниченное количество, и каждая имеет свое значение. Например, маска Польчинелла – человек толпы. Отелла – ствол толпы, балагана, группового издевательства, травмы, покоек, совместных драк. Его еще называли матрос или рядовой. Рядовые, как известно, могут только вместе. Ничего по отдельности они из себя не представляют. Человек, который скрывается за этой маской, может действовать только в толпе, и ничего один делать не будет. Или маска – изящная служанка. Служанка больше, чем госпожа. Это символ тайного женского влияния, отношения мужчин и женщин. Носящий такую маску все делает тайно, преследуя собственные интересы и способен решать задачи только в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть каждая маска показывает определенные способности человека и его ограничения. Получается, что венецианская система описывает исчерпывающий перечень ограниченных двигательных навыков человека. Не зная двигательных навыков человека, мы не знаем, на что он способен, а на что нет. Но зная, за какой маской прячется человек, можно сделать безошибочный выбор. Что представляет собой венецианская система? Это система из восьми масок в горизонтали, что образует горизонтальный круг, и восьми масок в вертикали. Это штык некий с восьми компонентами и круг нанизаный на этот штык, как будто пробный. Эта система имеет восемь вертикальных масок. Горизонтальной системой вот этим кругом правит судья. Это маска вне масок. Что это такое? Это третья сторона, которая получает все. Вторая маска, вне масок, это маска вертикальная, это мастер. Мастер управляет вертикалью и не вмешивается во что? В горизонтальную. Несмотря на наличие вертикальной системы, на земле все решается кругом. Даже говорят так, сесть за круглый стол переговоров. Сторону выйти из этого круга невозможно, никак. То есть вы всегда одна из массов круга. Когда мы говорим о горизонтали, о капитане, об изящной служанке, об любой из этих массах, мы имеем дело с уровнями индивидуальности. Запомните, это не иерархия. Один не выше другого, это круг. Все на одном уровне. А выхода из этого круга нет. Никакого. Только вверх. Горизонтальный круг масок – это все люди на планете Земля. Хотят они того или нет, но не зная этой системы, они вынуждены поступать определенным образом, а это приводит их к психодрамам, поражениям и болезням. То есть, чтобы перестать получать поражение, необходимо освободиться от горизонтального круга масок и переходить в вертикальные маски. А как устроена вертикаль? На самом верху стоит удивительная маска Вольта. Это неизвестное лицо большой ложи. Кто это, никто не знает. Это же всего лишь только маска. Знаменитая маска Шут. Шут – это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. Помните, идеалом Шута в этой маске является Шико у короля Генрика. Замолчи! Шут! Ну-ка, посмотри. Что? Посмотри. Теперь ты понял, кто из нас Шут? Это и есть эта маска. То есть, Шут – это король короля. Или такая знаменитая маска, как Ильгатто – Кот. Кот никогда не проигрывает. Он выигрывает во все азартные игры. Это мошенник уже. То есть, с ним играть в азартные игры нельзя. Он тебя обыграет. Помните, у Мессира был кот, который не хотел подчинять Примусу? Булгакова. Вот это символ этого кота. Не шалю. Никого не трогаю. Починяю Примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот – древнее и неприкосновенное животное. Зная маску, можно избежать ошибок в выборе человека. Рассмотрим применение системы на примерах. Бизнесмен выбирает себе делового партнера. Ему необходим человек, которому соответствует маска-купец. Купец – торговец и бизнесмен. Этот богатый, состоятельный человек – это символ могущества, символ зависти и лжи. Но он, не зная масок, выбирает вместо купца человека толпы. Его еще называли матрос или рядовой. Рядовые, как известно, могут только вместе. Ничего по отдельности они из себя не представляют. И вместо бизнес-партнера ему приходится иметь дело с человеком, который может действовать только толпой. А значит, в итоге получится либо разорванный контракт, либо впустую потраченное время и деньги. Но всех этих последствий можно избежать. Достаточно четко понимать, какая сейчас перед тобой маска. По сути, свои маски настолько бросаются в глаза, вот когда ты это знаешь, они настолько швыряются в глаза, что ошибиться невозможно. Человек способен изменить свою маску с горизонтальной на вертикальной, тем самым убрав ограничения и начать управлять своей жизнью. И здесь первым шагом будет ответ на вопрос – а какой маске соответствую я? Таким образом, открытие Мальцева Олега Викторовича вносит фундаментальный прикладной аспект. Перед вами всегда находится человек, которому соответствует одна из масок венецианской системы. Венецианская система – это ключ к любому человеку на планете Земли. Благодаря научным экспедициям появилась невероятная возможность сделать такие мировые открытия, как венецианская система. Это... Это маска. Да? Да. О, вот это вот интересно. Маска – это норма. Очень любопытно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова